Очень часто бывает так, что хозяева, взявшие в дом собаку, не могут оценить все трудности, которые с этим связаны. В результате наступает разочарование, а питомец оказывается бездомным. Пес Сулливан стал не нужен своим хозяевам как-то неожиданно для самого себя. Еще вчера он жил в доме у людей, а сегодня оказался в приюте. Владельцы признались, что не смогли справиться с его активностью и непослушанием, поэтому решили отдать собаку волонтерам. Почему пес оказался невоспитанным, хозяева и сами не могли объяснить. Скорее всего, у них не было ни времени, ни желания заниматься собакой, и питомец вырос жизнерадостным, но непослушным, мальчиком. Тем не менее, когда хозяева его бросили, Сулливан впал в депрессию. Несмотря на то, что его предали, пес все же любил их, а потому стал проявлять признаки волнения, тревожности и нервозности. Он беспокойно бегал по клетке, терял шерстку, выл и худел. Он явно тосковал по своим владельцам. Трудно предсказать, какой была бы судьба Сулливана, если бы не встреча с новой хозяйкой. Молодая женщина давно берет на передержку животных, но нашего героя она забрала навсегда. Поначалу, правда, она и ее семья решили, что питомец побудет здесь некоторое время, пока не найдутся постоянные хозяева, но вскоре люди поняли, что не могут с ним расстаться. Так, у Сулливана неожиданно появился дом и любящие хозяева. Спустя два года он превратился в жизнерадостного питомца, который смело идет по жизни и ничего не боится. Он перестал быть запуганным, научился слушаться и стал настоящим другом для всей семьи. К слову, Сулливан отлично ладит с кошками и собаками, которых, как и прежде, берет на передержку хозяйка. Питомец даже учит их быть смелыми и радоваться жизни. Женщина говорит, что не может на него нарадоваться. И трудно поверить, что когда-то это был четвероногий хулиган, от которого отказались прежние хозяева. Что же, верно говорят, что плохих собак не бывает, а бывают только плохие хозяева. Продолжение следует...